...которые будут посвящены тем темам, которые войдут в программу обучения в нашей школе в 2016-2017 году. Сегодняшняя тема у нас это перевод абсценной и табуированной лексики в фильмах и сериалах. Судя по количеству зарегистрированных слушателей, а их более полутора сотен, пока еще не все подошли, но интерес к этой теме колоссальный. Более того, это естественно связано с тем, что мы, когда мы смотрим фильмы зарубежные, переведенные на русский, украинский, другие языки, мы понимаем, что с абсценной лексикой, с табулированной лексикой творится что-то не то. Что переводится, она изначально неверна и становится, скажем так, скорее помехой для нормального восприятия аудиовизуального поведения, чем помощью. И поэтому данный феномен осмысливается в первую очередь с точки зрения теории, общей теории аудиовизуального перевода. Собственно, именно так мы и будем рассматривать сегодня эту тему. Я постараюсь за час-час небольшим дать вам общее представление о подходах, которые вы получили в данном случае, и ответить на ваши вопросы. Ну, скажем так, картинно ругаться матом я тут не собираюсь. Не знаю, может быть некоторые пришли посмотреть, как этот лектор будет всех крыть. Но на самом деле мы скорее поговорим о том, что полезно для переводчика. Я думаю, никто не сомневается, что человек, служивший в рядах вооруженных сил, ругаться-то умеет. Но это не является целью наших с вами занятий. Итак, вопрос первый, который мне задали в ходе подготовки вебинара. Будем ли мы говорить про банск, аннотата, динатата, экспрессию, эмоциональную нагрузку, которую официальная лексика несет в двух языках? Итак, отвечаю сразу, задавайте вам саму интригу нашей с вами сегодняшней встречи. Нет, не будем. И теперь я поясню почему. Давайте немножечко посмотрим, почему же я не буду говорить, собственно говоря, про все эти вещи. Дело в том, что аудиовизуальный переводчик не переводит табулированные слова и выражения. Он в принципе не переводит слова, предложения, выражения и единицы текстового уровня. Аудиовизуальный переводчик переводит кадры, он переводит сцены, кинособытия, которые как один из элементов существуют и выполняют определенную функцию, табулированные слова и выражения. Именно о функциях, которые и это есть два совершенно разных подхода. Все мы с вами, это наша, причем это во всем мире так, мы все сформировались как текстоцентрические переводчики. То есть мы изначально обучали, нас обучали переводить таким образом, чтобы это была максимально точная передача формы и содержания исходного текста в переводе. Это и есть текстоцентрический подход. Однако аудиовизуальный перевод в силу своих уникальных особенностей, в силу того, что в нем присутствует 15 знаковых систем, основной из которых является визуальная. При этом она подчиняет себе восприятие всего аудиовизуального поведения. Дритель постигает ее значительно быстрее, чем обрабатывает вербальную составляющую. Это особенность нашего восприятия. Все, что мы слышим с экрана, накладывается на определенные контексты, гифтальки и так далее, которые формируются у нас, когда мы видим визуальный ряд. Поэтому аудиовизуальный переводчик выполняет аудиовизуальный перевод. И это перевод не текста. Это перевод дискурса. Смотрите, что вот этот вот номинутый мой любимый образ, особенности аудиовизуального перевода. Это ДНК аудиовизуального перевода. Это исповедение. Каждое произведение в исходном варианте представляет из себя своеобразную двойную спираль, в которой очень тесно сочетаются визуальный ряд, картинки, надписи, звуковой невербальный ряд. Это шум, музыка. Вы уже не будете отрицать, что в том же аудиовизуальном произведении, в художественном фильме, музыка и значимые шумы выполняют самостоятельную смысловую роль. Но они не являются вербальными. Более того, переводчик с ними не работает, но это его, скажем так, действие очень серьезно зависит от того, насколько хорошо он понимает, как эти составляющие взаимодействуют вербальным рядом. Когда вы переводите аудиовизуальное произведение, вы поставите эту двойную спираль на А2 и на месте вербального ряда исходного языка оставите вербальный ряд того языка, на который вы переводите. При этом, если связь между видео и словесной составляющей не будет той же, как и она была в исходном произведении, то получится уродец. Получится уродец, который будет не соответствовать, то есть процесс, грубо говоря, вот этого своеобразного генетического секвенирования будет выполнен некорректно. И, соответственно, получится, ну, например, такая вещь, как, очень часто мы встречаемся с этим, несмешная комедия, которая переведена абсолютно точно с точки зрения коннотации и демонтации. Она абсолютно не смешна, потому что зритель не видит функции юмора в том, что переводчик перевел, не присутствует. Она изначально не заложена, переводчик не ставил себе эту задачу. Аудиовизуальный перевод выполняется... Вот, смотрите, есть два вида переводческой эквивалентности. Особенность аудиовизуального перевода в том, что аудиовизуальный перевод всегда выполняется в режиме динамической эквивалентности. В свое время Юджин Найда, известный американский следователь, выделил два вида эквивалентности переводчика. Это формальная и динамическая. И формальная эквивалентность это то, чему всех нас учили в школе, то, чему всех нас учили в институте. Это перевод максимально точно передающий форму и содержание языковых единиц и текстов как таковых исходного языка. В режиме формальной эквивалентности переводчик переводит текст. А вот в режиме динамической эквивалентности, это же понятие, кстати, не только Найдой, но и, например, в советском переводоведении на него активно ссылался швейцер. Переводчик подбирает в языке перевода наиболее точный эквивалент с точки зрения воздействия на эмоции и поведения зрителя, рецепиента. Динамически эквивалентная комедия смешна в тех же местах, в которых смешна исходная комедия. Вы прекрасно знаете примеры динамического перевода, это и в России, и на Украине. Существуют студии, которые, может быть, не совсем точно с точки зрения языка, они не переводят, они скорее пересказывают. То есть, можно такое распространение, люди интуитивно это нащупали и делают те же самые комедии. В России такой раз бомбили. Это не перевод. Но это очень талантливый рендеринг того, что вы слышите. Но, скажем так, с юмором эта ситуация еще может, что называется, пройти. А вот что делать с обсценной лексикой? Давайте разбирать, скажем так, обсценную лексику сразу же перейдем, поскольку в режиме динамической эквивалентности очень хорошо понять ее функции. Ну вот, в работах Матриенко русская бранная лексика, давайте разберемся, как ругаемся мы. Русская бранная лексика, она выполняет следующие функциональные флотические группы. Она выполняет функцию наименования лиц с определенными отрицательными характеристиками, наименования определенных частей тел, наименования процесса совершения правового акта, наименования физиологических функций и наименования результатов физиологических отправлений. Но! Есть одно очень серьезное различие. Автор, и вот это для нас очень важно знать, автор выделяет два основания. Первый это, так называемый, шай скультурой, это анально-экскрементальный тип, это чешская, немецкая, английская, обсценная лексика. И второй тип, которому применены сербы, хорваты, и болгары, и некоторые другие языки, это сексуальный тип, то есть секс-культура, то есть бранная лексика, в которой, так сказать, идут в том тех действий, которые совершаются, является либо один тип, либо другой тип. Поэтому, например, при переводе, ну вот иногда, как говорится, пред таковым писанием, скажем так, по вашим российским обсценным и матерным рассказам, можно снимать полноценные партнографические фильмы, потому что мы принадлежим к так называемому сексуальному типу обсценной лексики, и для англоязычного слушателя подобный принос оказывается очень нетипичным, они приближают к другому типу культуры. Англоязычная обсценная лексика в сеть полноты вот этого описания, которое присутствует в русском языке, в сеть полноты вот этих производных, скажем так, бесконечного количества. В основе русскоязычной лежит так называемая сексуальная триада. Это вот это, которое, собственно говоря, здесь написано на экране, и вот от этих трех корней, от этих трех слов существует огромное количество словообразований. И, собственно говоря, национальное своеобразие русского языка состоит не в самом наборе лексики, не то, о чем мы говорим, а то, как это частотно распределено. Дело в том, что вот этот триад, она, собственно говоря, за счет потрясающего объема словообразовательных возможностей русского языка дает возможность положить ее в основу практически любого предложения, тем самым конструируя пространственно-временные некоторые конструкции. А вот в английском языке ситуация обстоит совершенно по-другому, потому что в английском языке даже при наличии, извините, ссылок, схожих на нас, сексуального типа, например, я за там и пакен, это слово филер, слово заполнитель, слово паразит, скажем так. В русском языке прямой лобовой его перевод это, в общем-то, проводились исследования, 85% использования в английском языке филер как прилагательного, это слова паразиты, которые не имеют прямого значения такого рода, они просто заполняют собой паузу, желая тем самым говорящему, время для размышления. Вот именно поэтому так странно, так дико зачастую выглядят попытки молодых переводчиков, что он говорит, а вот теперь я вот честно переведу, сейчас каждый пакен, я переведу таким вот правильным словом, потому что упираясь в то, при том, что у этого слова есть, да, как если воспринимать его как филер, в русском языке есть довольно большое количество вариантов, ну и в русском, украинском языке есть довольно большое количество слов, которые выполняют ту же самую роль. В английском языке это иная культура, это шанс. Важный момент, это я уже сказал, офицерная лексика имеет все богатство словоформы, что очень важно. В русском языке все эти словоформы приняты языковым сообществом как варианты нормы. и наречия образованные от этих слов, и прилагательные образованные от нормы, более того, словотворчество, даже если оно идет в этом секторе, все равно изначально принимается нами как вариант нормы. С помощью обсценной лексики можно конкурировать полнообъемные высказывания со всей полнотой пространственных, временных, причинно-следственных, иных связей. То есть, грубо говоря, создавать хроноток дискурса. В русском языке 13 очень важно. Вот в русском языке 13 функций обсценной лексики в аудиовизуальном переводе. И только же функции примерно и в английском языке, но они выражаются чуть-чуть по-другому. Итак, первая функция. Давайте исходить из того, в каких функциях это можно. допустим, перевести не как обсценный вариант. Первая функция это функция выражения профанного начала. Есть определенные сакральные вещи, то есть вещи, которые, ну скажем так, понятие там церкви, матери, власти и так далее. И профанное начало это бросание вызова индивида обществом. Это форма лингвистического бунта. Например, подростки очень часто начинают говорить с использованием большого количества обсценной лексики, но это вот так называемый подростковый капрололия, подростковый бунт против общества, бунт против всего, включая тот язык, на котором говорит подросток. Вы знаете, что все подростки практически проходят через фазу вот этого вот мусорной речи, в этом случае речь снова приходит в норму, в ней появляется лингвистически нормальная пропорция слов обычного лузовца. Вот в этом случае это одна функция. Следующая функция функция эмоционально-катартическая. Это функция, при которой индивид, то есть вы, я обращает ругательство к самому себе. Знаете, когда человек сам себя спрашивает, да ты что, охренел что ли? Ну, я, скажем так, заменяю определенные слова, но она обращена к себе, она помогает очистить сознание иди. В данном случае я спокойно совершенно заменил высказывание и я не уверен, что от этого что-то потеряло. Хотя можно, можно, да, в данном случае употребить официальную лексику. Далее, средство понижения социального статуса адресата. Вы, как бы говорят по-русски, опускаете адресата, это функция негативной лингвистической агрессии. Вы называете адресата определенным словом, которое резко понижает его статус в обществе, причастливает его к определенной табуированной группе, например, к какому-то сексуальному мященству и так далее. Это функция этого понижения статуса адресата. И опять-таки, вот здесь возникает вопрос, иногда задают вопрос, а вот как переводить в русском языке сейчас законодательно запрещены, допустим, употреблением довольно значительного количества, собственно говоря, слов, приближающих к лингвистической триаде и производных но вот здесь вот, например, масса вариантов понижения социального статуса адресата, существует масса не менее оскорбительных, но не обсценных вариантов, которые прекрасно выполняют свою функцию. Переводчик в данном случае определив эту функцию как основную, подбирает необходимый эквивалент. Далее, следующая функция это функция установления бондинга, контакта между равными людьми. Это наоборот функция позитивирования ситуации, это установление общих приемлемых границ чего бы использования, это когда миллиардер обращается к собственному соферу с легким таким макючком. Или вдруг неожиданно все стесняются в присутствии, вот так вот женщины иногда используют подобные варианты, когда просто обращаются к другу, что да, допустимо, в моем присутствии, да, я вот одна из вас, при мне можно ругаться, это своеобразный бондинг, то есть инклюзивно, да, я тоже, несмотря на то, что мы принадлежим к различным социальным группам, я такой же, как вы. В данном случае это носит на самом деле функция позитивного бондинга, она зачастую устанавливается еще и с помощью определенных, ну, скажем так, очень часто в этой функции используются фразы, допустим, из фильмов, а не годов и так далее, то есть функция позитивного бондинга может выполняться и не только при помощи, что называется, такого прямого лобового перевода, а при помощи определенных выражений, которые по нашему пониманию, допустим, должны знать люди к 30 лет, один из которых Цукерберг, а второй водитель, извините, американского трак-драйвера. Они находят между собой общественный язык. Да, вот дело в том, что мы исходим в данном случае от классификации. То, что мы можем обругать и восхититься, это мы знаем и так. Но вот сейчас мы с вами, исходя из теории динамической эквивалентности, исходя из теории функции, поведенческой, эмоциональной, которая должен выполнить наш перевод, классифицируем основную лексику и пытаемся понять, насколько она нам нужна в тех или иных случаях и что нам делать в тех случаях, когда мы выделили вот эту вот основную функцию. Итак, следующая функция. Средство дружеского подтрунивания или подбадривания. это вот если мы видим, что слушающий, допустим, что-то примыл, мы пытаемся изменить его эмоциональный статус. Естественно, я не говорю в данном случае о русских, это в принципе вот эти 13 функций, они классно-лингвистические. Но для нас, украинцев, они в принципе общие. поскольку мы приблизим к одному типу обсценной культуры, это секс-культура, украинский не шайс-культура, извините, но это так. Соответственно, а вот обсценная лексика, только производная от другого, может выполняться в данном случае как функция изменения эмоционального статуса. Просто основу у нее в основе будет лежать другой немец, пойдет от того, что ему превышено. Часть культуры в словообразовании, в образовании тех или иных форм. Поэтому мы, понимая вот эту разницу, должны понимать, какую функцию выполняет акценная лексика и какова базовая культура, на которой идет все это строится. Дальше. Дуэльное средство. Это очень часто, допустим, когда встречаются образованные люди. И вот, знаете, вот бывает желание померяться силами с точки зрения умения пользоваться родным языком. Грубо говоря, завернуть конструкцию, которая покажет, что, ух, все, вот как хорошо завернут, аж это самое, тудеть твою через семь ведер с коромыслом и так далее. Вот это вот дуэльное средство. Здесь нужно очень четко понимать, что дуэль подобного рода может состояться не только между русскими. она может состояться между людьми любой, любого лингвистического сообщества. Просто, если мы встретимся с подобной дуэлью, то ее перевод, допустим, если у нас изначально базово будет мериться, что называется, силами два немца, и если это прозвучит с экрана, вы понимаете, у Эриха, Марии или Марка, мы понимаем, что да, это Германия, да, мы готовы с этим. Вот когда мы смотрим на экран, нас просто, извините, может заклинить, потому что мы можем не понять, откуда вот такая фиксация именно на этой теме. Потому что переводчик не перенес из культуры в культуру. Но, кстати, если два лингвиста ругаются подобным, это дуэльная ситуация. Действительно, а второй ему отвечает за суть себе этот предикатив подальше и так далее, мы все понимаем, о чем идет речь, это бдолингвистический дуэль. Дальше, а криптоаллическая функция, это пароль, это функция, когда то или иное обсценное выражение выступает как прямая цитата, которая известна той или иной социальной группе. Это анекдот, который находится в общий для какого-то поколения. знаменитая сосиска сраная Брежнева, мы все помнят, как он это произносил, и для нас эта фраза является ключевой. Вот, допустим, знаменитая фраза Сергея Лаврова, ну вот, да, да, ох, сразу пошла школа аудиоизоляции, на, это, вот, приятно, приятно. Коллеги, вот сейчас выступают наши, те, кто прошел обучение в нашей школе, смотрите, сразу чувствуете, да, 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 вот, молодцы ребята, молодцы, спасибо большое. Это люди, которые учились, вот сейчас вот в чате присутствуют те, кто учился в нашей школе, те, кто работает у нас в компании, коллеги, то есть, ну, видите, как легко, опытные, что называется, выступили. Далее, следующая функция, обсценные лексики в рамках динамической эквивалентности, представить себя человеком без предрассудка, то есть функция быстрого дауншифтинга, когда вам нужно, вот, допустим, в той или иной ситуации, проскочить в беседе несколько, это может быть не связано с бандингом, это просто вы реально понимаете, вот-вот вы ехали, все из себя беседовали, вы профессор, вы ехали, беседовали с другим профессором, и вдруг вам в задницу в машине ехал непонятно кто, но вы как бы выходите из машины и быстро проскакивают, проскакиваете, что называется, несколько ступеней социальной лестницы, объясняя коллеге, другому водителю, что он не прав, потому что вы видите, что он не очень хорошо водит русским. Я такой же был, как и вы. Но это нужно, это ситуативно нужная ситуация. Дальше, реализация, следующая функция очень важная, это реализация элитарности культурной позиции, через ее отрицание. Это способность к обсценной транскреации, или связанному обсуждению научных, культурных, иных сложных тем, с использованием обсценной лексики. Вот сидит два нобелевских лауреата, и вот травят, извиняюсь, что называется, с использованием, так сказать, элитарий, такие вот, которые обсуждают на обсценном языке, вот проблемы того, вот как у них, извините, в большом, этом самом, адронном, ядрите его налево, коллайдере, и так далее. Вот это вот, что называется, да, 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 физики, это великолепно. Мне приходится слушать, как маркетологи, Филиппо Котлера, объясняют на этом деле, великолепно, кстати, получается, но опять-таки, здесь все исходит с того, что вам нужно понять, какую задачу это несет, например, в том же самом, теории большого взрыва. Там есть несколько моментов, которые на этом покроены, они физики. И вот на этом отрицание, да-да-да, два резистера драматургии, это построено на отрицании того, что они вот культурные, проявление себя через негатив. Далее, нарративная функция, это привлечение внимания, это когда обсценная лексика используется, как средство, либо выкрик, привлекающий всеобщее внимание, либо вы используете общественную лексику, обсценную лексику, как средство привлечения внимания, к смысловым элементам истории, а вот сейчас вы совсем охренеете. Вот это вот как раз употребление было нарративной, с помощью нарративной функции. И вот магическая функция, магическая функция, вот это, извините за выражение, важным проявлением, это забавно, но важным проявлением такой функции, она древняя очень, для использования обсценной лексики, ее надо знать, привычное нам посылание. Когда вот призывают по-английски «Go fuck yourself», это пожелание адресату выполнить действие, которое невозможно выполнить без вмешательства магических сил. То есть обычно вот магическую функцию выполняют именно вот такие высказывания, когда вам предлагают, они для каждой, магические формулы подобного рода, их надо знать. Это, так скажем так, вариант перевода, допустим, «Go fuck yourself», извините, давайте, дайте мне, пожалуйста, вариант перевода этого, с учетом, там, вот это классическое проявление магической функции, вперед, коллеги! Чем больше будет ответов, тем лучше. Да, Аня, ну какая же в этом магия? Возможно. Легковато, Валерия. К черту да, потому что это магическая функция. Совершенно верно. Написать в логическом направлении, это вы, скажем так, реализовали элитарность культурной позиции через ее подтверждение. Да, 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 совершенно верно. А вот как раз в переводе, в лоботовом переводе аудиовизуального произведения, вот как раз, очень часто встречается именно, люди не определяют это как магическую функцию и переводят это, опять-таки, в лоб. Следующее, эсхрологическая функция, сложное слово, но это ритуальная инвективизация, ритуальное табулирование речи. Например, если человек рассказывает о своих похождениях в тюремной жизни, там присутствуют определенные ритуальные обсценные формулы, которые просто без этого сам рассказ, допустим, человек рассказывает о своей, ну, скажем так, вот как он под огнем, допустим, вел себя во время на поле боя. Там тоже присутствуют ритуальные обсценные формулы. Поэтому они варьируют как язык, как язык, опять-таки, если вы, допустим, собираетесь это переводить, то исследовать тему, какие ритуальные обсценные формулы употребляются в русском языке, это очень сильно, на самом деле, потому что у нас есть русская ритуальная обсценная форму, украинская ритуальная обсценная форму, и мы, языковые обсценные формулы, в каждом языке они свои. Понимаете? Далее, патологическая, да, да, прекрасно, патологическое сквернословие. Патологическое сквернословие это капровалия, и это порождается психическим расстройством, это средство, вот понимаете, когда человек, вот очень часто, когда читаешь молодежные реводы произведений, где огромное количество обсценной лексики, огромное количество обсценной лексики, вдруг неожиданно понимаешь, что там практически все герои, как-то их несет на капровалию, то есть на самом деле они не все такие плохие не все психически больные и не у всех плохо все с головой и наконец употребление функцию употребления оценной лексики как междометие это на нашем русский классический нах он не имеет прямого аналога в английской культуре кто-нибудь может пояснить почему он не имеет аналога в английской культуре вот теперь уже прослушав первую небольшую часть нашей лекции ну нет это драмы срамы и так далее Евгений, а вы близко только не сказать год дэм дэм, да совершенно верно а кстати, если здесь есть люди с другими языками в других языках есть аналоги вот это скажем так да, я понимаю а в других языках есть аналоги о у них естественно да, у них экскрементальный акцент да пута, да мерда совершенно верно именно как междомедий, Эдмире то есть вот так вот вылетающее неожиданно да, и оно тоже прекрасно видите а это вот дальше ну иными словами мы теперь понимаем что пользуясь различными функциями той же самой обсценной лексики давайте я немножечко теперь вот обсценной лексики чуть-чуть перейду принципы снова к аудиовизуальному переводу аудиовизуальный переводчик создает произведение заново те, кто прошел курс в нашей школе понят, что этот процесс мировая научная практика называет транскреация аудиовизуальный переводчик переводит одновременно создает аудиовизуальное произведение одновременно почему? вот это очень большая ошибка которую совершают очень многие классические переводы веды дело в том, что ну не смотрят зритель фильм или сериал для того, чтобы узнать последние новости там, кстати Бекки Ньюз из жизни Губки Боба Квадратные Штаны и вот не ждете вы сейчас шестого сезона Игр Престолов чтобы узнать последние новости а как там черт возьми Тирион Ланнистер без нас на самом деле вы ждете это для того, чтобы пережить некую последовательность эмоциональных состояний сплести ее внутри себя из того, что вы увидите на экране из картинки музыки из шумов вот из этого вы плетете свое эмоциональное состояние более того понимали универсальный скажем так а ну вот прекрасно прекрасно я вот думал кто-нибудь это выкопает выкопали спасибо вот видите а пока вы выключите да Артем все дальше смотреть не будете он воскреснет все мы не смотрим нет конечно вы будете смотреть дальше чтобы получить удовольствие от этого и соответственно скажем так именно потому что вам нужно пережить определенную последовательность эмоциональных состояний в вашей палитре как у переводчиков должны присутствовать разные краски это разные синонимы и так далее и тому подобное и одной из таких красок является офценная лексика но что интересно что офценная лексика имеет одну очень важную характеристику она имеет очень сильный эмоциональный заряд в ней редко бывают полутона поэтому когда вы понимаете что произведение которое вы создаете полно полутонов и допустим в британской немецкой культуре употребление офценной лексики не нарушает эту полутоновую историю в этой картине то в русском-то языке резкое вваливание что называется офценной лексики это сразу резкое повышение эмоционального заряда того что происходит не могут в английском языке могут извиняюсь за выражение шепнуть одной в один влюбленный шепнуть своей девушке на ухо что-то ласковое вот извините по поводу того что ах ты моя это самое назвать ее женским там половым органом в русском языке все это конечно будет очень круто но это совсем не будет интимом понимаете это другое совершенно эмоциональное состояние поэтому эта краска у вас не выстрелит зрителю следующий момент аудиовизуальный перевод работает одновременно с 15 слоями дискурса 15 все они имеют важнейшее значение для формирования эмоционального образа произведения это и видеоряд это и на пляже на экране и текст звучащий с экрана и значимые шумы и это не контекст понимания словесной составляющей в которой звучит то или иное допустим матерное высказывание ну понятно но тем не менее в английском это не совсем то если вы прочтете как они их там называют на самом деле ну в русском языке плохой переводчик переводят в лоб и все это конец вот я комментирую высказывание Анны Новиковой это не контекст в котором звучит обценная лексика он не матом вырубился на фоне той или иной картинки или той или иной музыки это равноправные игроки для зрителя и допустим функция привлечения внимания может быть выполнена значимым шумом гораздо лучше чем допустим излишне лобовым абсценным обращением и так далее следующий аудиовизуальный перевод это важный момент дело в том что абсценная лексика я не против того чтобы ее употреблять чтобы вы меня правильно понимали я против ее неправильного использования дело в том что это из-за своей эмоциональной мощности скажем так абсценная лексика это специи я не уверен что вы будете есть блюда состоящие только из перца халапеньо имбиря кардамона да вообще безо всяких других добавок все это замешать на ложку и все и вас вырвут практически немедленно так вот специи должны использоваться ровно так чтобы быть делать блюдо вкусно но нужно понимать что вы в конечном счете готовите отсюда именно поэтому я сегодняшнее наше занятие начал с того кто рассказал о функциях так как говорят могут применяться в тех или иных высказываниях но аудиовизуальный перевод это характерный пример сжатого перевода дело в том что вы должны поместиться ровно в то время которое звучит исходный допустим текст вы должны поместить в определенное небольшое количество знаков субтитра и вот несмотря на то что у вас там переводческая красота невозможная она точно отражает оригинал она будет звучать в два раза быстрее в два раза дольше чем написано чем звучит исходный текст вы извините пожалуйста но разница в лобовом переводе да действительно фраза на русском языке на 30 процентов длиннее чем на английском но более банальный пример вот допустим я делаю перевод под быстрая речь у меня постоянно там говорят файкен 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 а в русском языке разница между лобовым переводом на йо слово йо слово файкен звучание оригинала звучание перевода полтора слога почему полтора потому что первая буква в русском языке сладна в произнесении она является русским дифонгом она на самом деле это усеченная на самом деле функция я укажу в группе автора давайте немножко двинемся дальше чуть-чуть дело в том что это в принципе универсальная классификация она шире гораздо не знаю насколько это релевантно для украинского но скажем так в украинском обсценная лексика на самом деле это не всегда лингвистическая триада потому что украинский язык скажем так не во всех случаях например основывает это на лингвистической триаде но это не отменяет того что в языке есть обсценная лексика увы а если она есть то функции у нее должны совпадать никуда от этого не деться если она появляется допустим мы исходим из того что вот эти 13 функций это выполняет итак примерно 7 десятых секунд занимает разница между произнесениями в русским и английским аналогом как они 7 десятых секунд ну господи боже мать что такое 7 десятых секунд но если это и звучит через слово то соответственно эти 7 десятых секунды через три повтора уже складываются в две с лишним секунды отставания есть более мягкие синонимы примерно с таким же уровнем экспрессии звучания двусложные синонимы в случае высокой плотности текста замена очевидна ну смотрите далее аудиовизуальный перевод как отмечают верно совершенно верно когда актер доблежа вынужден тараторить чтобы выговорить всю ту самолептную красоту которую наваял переводчик пропадает самое главное он перестает быть актером он перестает иметь возможность правильно интонировать все те лингвистические изыски которые вы даете вы лишаете его возможности выполнить его работу правильно аудиовизуальный перевод это же на самом деле уникальный вид перевода мне задают вопрос скажите аудиовизуальный перевод он устный или письменный не тот и не другой визуальный перевод нет ничего хуже в работе человек, который случайно зашел в эту профессию, может сказать фразу какие ко мне претензии, я перевод сделал пусть теперь актеры и редакторы это все укладывают обычно ему быстро объясняют, что дверь она вон там потому что это просто непригодна соответственно да, здесь можно проговаривать пропилать варианты и так далее но нужно всегда помнить, что с этим предстоит работать, если это субтитры в любом случае их надо укорачивать я потом говорю так вот, есть еще один момент дело в том, что аудиовизуальный перевод это перевод ориентированный на пользователя режиссер, сценарист создавая аудиовизуальное произведение не всегда имеет в голове образ того директора имеют своего зрителя нет таких произведений нет таких произведений просто группа зрителей, для которых она создавалась она достаточно камерная, она достаточно небольшая не бывает таких вот обязательно имеет режиссер и сценарист в голове своего зрителя, то есть человека, который будет смотреть это произведение и попытается вот из этого набора предъявленных образов составить некое новое целое но аудиовизуальный переводчик он же тоже должен понимать на какого пользователя, на какого зрителя ориентирован тот или иной перевод и соответственно подбирать элементы речевого использования а обсценная лексика как раз к ним относится вы извините, но чисто например с поколенческой точки зрения зрители более старшего поколения но мы в этом плане ну скажем так еще те зрители допустим 55-60 в плане звучания обсценной лексики с экрана являются пуристами вы это знаете вы представляете думать все что угодно понимаете вот сейчас в некоторых скажем так культурах ну сейчас у нас не очень любят старшее поколение не в России, но не важно но суть в том, что это не отменяет того, что они по-другому более пуристами являются с точки зрения женская аудитория куда более пуристы в этом плане хотя конечно сейчас ситуация меняется в женских аудиториях использование обсценная лексика приобретает больший масштаб но опять таки даже тот же обсценный язык, о котором говорит женская аудитория радикальным образом, просто толком не исследовался но простите, женская атмосферу по стране это не очень любит ...по-своему, совершенно верно, они не терпят на экране, старшее поколение в жизни активно... ...по-своему, совершенно верно, они не терпят на экране, старшее поколение в жизни активно... ...на которой отступается перевод аудио-визуального произведения... ...по-разному используют абс-лексику, функционально, с точки зрения функций по-разному, мы с вами об этом только что говорили, ситуативно... ...есть в русской культуре, допустим, ситуации, в которых использование абс-центра... ...по-у-мts. ...по-окруSE ...is-ixí, все тяги, полтора, бюро IKEA dans Heritage, Керамида Сimy,esse... ...а Student gabps ... ...без summation 영ور, специальному�бинvisцу, как и бездень Miychat, если нет РАЗБ DVDs, Ge measures to change languageordre. ... ...впроизводить свой акцион, мет schedule, и все тяги к國積 ESP pelонабти haunting. ... ... Продолжение следует... 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 Нет, S и B являются звуками мимически совпадающими с F, поэтому варианты Артема и Ольги, они близкие, но тут очень сложно, губы все равно уложить невероятно сложно. Поэтому, например, в дубляже мат не присутствует не потому, что он запрещен, а потому, что в большинстве случаев его просто невозможно положить. Ашл английский. А вот здесь как раз нет, нет. Видите ли, ашл неюмонийский язык, ашл. Не-не-не-не. Да-да, только, ну смотрите, 17% реплик. Вы абсолютно точно, абсолютно 17% реплик, но эмоциональные фразы, эмоционально значимые, которые очень часто показывают крупным планом. На самом деле 17% это, на самом деле, цифра определяемая жанром, потому что в среднем, это средняя цифра, ну, например, в мелодрамах. Крупные и средние планы практически на экране дольше, в боевиках меньше. Вот, 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 два фактора вместе. В боевиках действительно 15-17% в мелодрамах больше. Можно доходить до 30% в мелодрамах количество планов, когда зрители обращают внимание на губы. Все, эмоциональный момент ключевой, поэтому имейте в виду, при переводе от сценовой лексики важно понимать, для какой формы реализации вы это делаете. Вот, понимаете, дело в том, что даже с мимической точки зрения, вот, мне удобнее росло больно положить вот то самое русское ядрёжище, потому что они похожи, ага, а это переводческая беспомощность. Ну, как бы это сказать, я лично к этим вещам отношусь не очень хорошо, потому что, когда язык начинает переносить в сам себя элементы, а вся моя лексика в любом языке, учитывая, что она ужасно, очень широко распространена, в том числе по использованию, это элемент культурной идентичности, скажем так. И поэтому, если мы начинаем употреблять заимственные слова в этой сфере, то это уже начинается утрата культурной идентичности. Итак, ну, есть ещё такая разница в восприятии табуированной лексики в закадровой озвучке и в субтитрах, это довольно любопытное понятие, я о нём тоже рассказываю. Дело в том, что если вот у вас на экране, допустим, проводились исследования, исследовалась разница зрительской реакции, допустим, в ситуации, когда на экране главный герой ему, по-моему, в лоб прилетает битой, что ли, и он ругается, ругается, так вот, высказывает своё мнение о том, что произошло, и это отражается сначала в виде закадрового звука, звука как такового, и в виде субтитров. Восприятие русскоязычной аудитории и англо-саксонской аудитории было в следующем. Русскоязычная аудитория абсолютно нормально воспринимала нецензурную озвучку, его реплик по поводу того, что произошло, потому что они органически ввязались в ситуацию. Но как только, в отличие от англо-саксонской аудитории, если с которой субтитры воспринималось очень же нейтрально, как только его высказывания, ах ты, появлялись на экране в виде субтитров, весь трагизм ситуации пропадал, потому что русская аудитория встречала подобные субтитры дружным смехом. Для нас это приводило к изменению полярности, если можно выразиться, того, что происходило, эмоциональной полярности. Дело в том, что у нас несколько другой пиетет, скажем так, к письменной речи. И увидеть в письменной речи, вот тот же самый фономер, о котором написала Елена, когда не приемлются в фильмах старшим поколением нецензурная речь, в бытовой жизни используется весьма активно, здесь то же самое, причем это все поколения, только самое молодое поколение уже более терпимо. Ну, правда, что сейчас это действительно становится явлением, то есть овценная лексика в письменную речь проникает очень и очень активно. Итак, следующее. Табулированная лексика, в силу того, что она высокоэкспрессивна, в том числе с эмоциональной точки зрения, в силу того, что она является мощным инструментом характеристики героев и социального статуса происхождения, важна для понимания сюжета, по-разному используется социальными группами на исходном языке и риске рецепиенции, играет важнейшую роль в процессе транскреации. Вот именно поэтому наша сегодняшняя лекция была посвящена этой теме. И даже если получается очень неплохо, всегда нужно помнить об ограничениях сжатого перевода и тому виду воплощения, в которые перевода предстоит войти. Ваш изумительный перевод может либо лезть в губы, то есть попасть на те самые 17-18-30% планов, где не уложишь. Или просто быть невыговариваемым. И поскольку мы переводим многоуровневое единство, единицей перевода для нас является ни слова, ни предложение, ни высказывание, а кадр, кинособытия, сцена и фильм, то следует всегда обращать внимание, какие еще элементы сложного дискурса позволяют донести до зрителей одну из тех базовую функцию абсценной лексики, то, для чего она и появилась в этой ситуации. И начинать анализ перевода абсценной лексики нужно в первую очередь с определения именно функции. Ну, теперь, поскольку это была промо-лекция, где мы обучаемся этим премудростям? Во-первых, 26-29 мая 2016 года у нас будет краткий веб-курс. Во-вторых, 24-26 августа в Ромбетнии школы аудиовизуального перевода в Санкт-Петербурге будут очные короткие курсы. Будут два семестровых платных курса в Санкт-Петербург, в Государственном унистете аэрокосмического прибора в стране МГУ в Москве в сентябре-декабре 2016 года. Надеемся, что что-то у нас получится и в Екатеринбурге. На этом, коллеги, все, и я жду ваших вопросов. А Игорь Константин также подчеркивает, да, по новым курсам, он один из людей, который готовит подобный курс, будет новый курс по субтитрированию и аудиоописанию в рамках школы, следите за нашими объявлениями. Есть. Это очень забавно, но это такой вот феномен. Нет, будет общий. А, кстати, латышский язык относится к какому типу культуры? Это секс-культура или шайс-культура? Я пообъясню, почему он отстаивает, что каждый факт должен переводиться. Это именно дело в том, что я начал с этого. Мы с вами дети так называемого текста-центрического подхода к обучению. Нас учили переводить текст. И человек, которого учили переводить текст, для него понятие того, что какая разница, что шутка не смешная, но она очень точно переведена мне и переведен каждый факт, но она не смешная от этого. Она утратила весь, всю свою юмористичность. В общем, часто юмор строится на абсценной лексике. А если неправильно определить функцию, что там юмор унижающий или наоборот разряжающий ситуацию, или обращенный к самому себе, или это ритуальный такой юмор протеста, если мы не определили эту функцию, если мы каждый факт переводим как факт, то мы получаем нормальный текста-центрический перевод, но это не имеет никакого отношения к аудио-визуальному переводу. Вы просто перевели текст. К фильму это отношения не имеет. Ну вот подумаю, в субтитрах писать мат с овенточками, ну это беспомощная переводочка на самом деле. Я бы, честно говоря, пытался везде, где возможно, все-таки мат перевести с использованием всех тех знаний, которые были приобретены. Видите, да, вот у нас был момент, когда я дал задание, практически все, кто практически работает с использованием знаний нашей школы, быстро накидали варианты. Потому что это не так сложно. А вот ставить звездочки, ну, буль, протест, да. А, простите, Александр, а скажите, какую функцию выполняет Эпсо-факен-Лутлея? Вот это ругательство, вот из этих тринадцатых. А другие варианты каких будут? Нет, вот те функции, давайте вернемся к ним, то есть, ага, ну, привлечение внимания неплохо. Более того, появляется юмористическая, вот эта Апсо-саксалютна. Смотрите, смотрите, разные, вот опять-таки, мы не видим видео, то есть, допустим, если это Эпсо-факен-Лутлея, то есть, вот он констатирует ситуацию, это одно, привлекает внимание, это другое, неждометие. Извините, за грубость, вот правильный, на мой взгляд. Если вот так вот переводить, то это функция междометия, я здесь соглашусь с Антоном. А давайте вернемся, вернемся к функции, вот эти вот, итак, смотрим. Средство выражения профанного начала, эмоционально-катартическое, средство понижения социального статуса адресата, контакта, криптоваллическое. Это криптоваллическая функция, потому что это, на какой-то пароль, слово пароль. Я не знаю, для вашего поколения, для молодых, например, тоже существуют такие вот, извините, парольные, если можно выразить, самая клиентная. Так, коллеги, помогите, друзья. Мне я наживаю сразу, дискуссия. Сейчас я послушаю. Сейчас я послушаю. Функция какая была? Юлиана, какая тут функция у нас была, у этого его бесконечного вора? Ну? Конечно, эмоционально-катартическое. Вы можете подобрать подобное же в руке. Есть эмоционально-катартические варианты. Если вы хотите сохранить некоторый налет об сценности, можете там что-то применить, но... Если вы считаете, что актер может хорошо сыграть, ну... Совершенно верно. Совершенно верно. Совсем мягкий вариант вот этот мать, мать, ммм... При этом в данном случае... Нет, черт в данном случае не очень. Потому что здесь становится понятно, если в случае матери вы даете аллюзию на то, что у вас на самом деле употребляется. и черт в губы не вяжет, конечно. Скажем так, мать это такой хороший треатив, хотя, конечно, вариант на Б он лучше, но его не пропустят на большом экране. Просто актеру доверяемся и все. Ну что ж, коллеги, на этом наша... Надеюсь вас увидеть все-таки. Надеюсь вам понравился наш сегодняшний вебинар. Он был короткий, но на то, он и промо. Ну, естественно. Напомните мне, что такое синдром Торика? Не сразу, перестраиваюсь, не могу вспомнить. Ну, это капровалия. Капровалия это функция официальной лексики, она в данном случае характеризует героя. Вот здесь капровалия, она вот. Патологическое сквернословие это средство характеристик героя. Магия, разные непроизвольные звуки, вот эти вот все дела. Это такая характеристика психической ненормальности героя. Будущие семинары, вебинары у вас будет информация об школе, вот те, которые будут 26-29 мая, заходите в школу, присоединяйтесь в группе школы аудио-визуального перевода в ВКонтакте и пчете администратора, она вам все разъяснит. Присоединяйтесь в группе, много полезной информации о наших мероприятиях. мы стараемся активно работать, чтобы как-то донести. Да, вот есть сайт. Большое спасибо вам, коллеги, что вы нашли время сегодня прийти. Да, запись будет выложена, я понимаю, что сегодня она будет нужна. Надеюсь, вебинар действительно для практикующих переводчиков будет полезным, и вам иногда будет что возразить нашим коллегам, которые излишне увлекаются переводом овсенной лексике. Ну, я люблю свою работу. Это единственное, что я могу сказать, я просто люблю свою работу. А как еще?